Третья четверть в школах региона на Чита по графику и проходит в штатном режиме. Исключением стали первые несколько дней, когда из-за погодных условий дети были переведены на онлайн-обучение. Об этом на брифинге региональной службы коммуникации рассказала заместитель руководителя управления образования ЗКО Луара Батаргалиева. Сообщение о понижении температуры воздуха приходит заблаговременно, так что родители и учителя принимают необходимые меры для организации занятий в удаленном формате. Всего по области 379 школ, в которых обучается более 118 тысяч учащихся. Родителям будущих первоклассников рекомендуется уже сейчас выбрать, в каком учреждении они будут получать среднее образование. Прием заявлений начнется уже с весны. С 1 апреля текущего года начинается прием документов от родителей или законных представителей для приема в первый класс организации образования. Прием осуществляется до 1 августа текущего года. В первый класс принимаются дети в возрасте 6 лет и дети, которым в календарном году исполняется 6 лет. Сдаются следующие документы. Заявления от родителей или законных представителей. Оригинал документа, подтверждающий личность ребенка. Справка формы 063У о состоянии здоровья и форма 026У3 паспорт здоровья ребенка. И также должна прилагаться фотография ребенка размером 3 на 4 сантиметра в 2 из имперах. В данное время ведется подготовка к районным и областным этапам республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. Продолжается работа по проекту «Читающая школа», который направлен на формирование и повышение читательской грамотности среди школьников. Также на брифинге было отмечено, что в данное время в учебных учреждениях стабильная эпидситуация. Болеющие дети есть, однако посещаемость довольно высокая. Если есть симптомы, то они сразу же в первую очередь обращаются к медицинским работникам школы, обязательно держат связь с родителями. Естественно, младших школьников уже родители и родственники кто-то должны сами забирать, если он заболел во время посещения школы. Старшеклассников обычно созванивают с родителями и тоже так же направляют за медицинской помощью по месту проживания. Мы, конечно же, советуем вместе с органами здравоохранения и органами санитарно-эпидемического контроля обязательно, если есть симптомы ОРВИ, симптомы заболевания у ребенка, то не отправляйте ребенка на занятия, а сразу же обращаться за медицинской помощью. Для оперативного реагирования на возникающие вопросы при управлении образованием области на постоянной основе функционирует колл-центр 1301. Екатерина Шмидров-Стемыщанов, Армат Рахмеджанов, телеканал Акжаик. Продолжение следует...